С приходом весны на ТВК завершается телевизионный сезон проекта «Подари дрова». За 4 месяца в нашу редакцию за помощью обратились 117 семей. Это пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью, семьи мобилизованных. В эфире мы рассказали 13 историй о людях, которые нуждаются в тепле с доставкой на дом. Помощь получили минимум 30 участников проекта. Итоги нашего социального эксперимента подведет автор проекта «Подари дрова» Светлана Чернушевич. Она в студии. Света, расскажи, что из этого получилось? Оля, ну, получилась, конечно же, в первую очередь история именно о людях. И когда мы запускали этот проект в ноябре прошлого года, мы понимали, что топиться дровами для многих людей история практически непосильная и физически, и материально. Но в то же время боялись, что для кого-то поделиться своей бедой станет чем-то невозможным. И люди побоятся о своей беде рассказать. Но постепенно мы начали получать заявки. И в середине ноября отправились в гости к первым героям проекта в поселок Березовский. Оттуда с просьбой о помощи к нам обратилась мать семерых детей. Она живет в частном доме с двумя братьями и матерью-пенсионеркой. После выхода сюжета не прошло и дня, как на просьбу семьи о помощи откликнулся красноярский бизнесмен, пожелавший остаться анонимным. Он привез семье пять кубов дров и четыре тонны угля, но на этом история не закончилась. Оказалось, что после мужчина организовал для детей новогодний праздник. Новогоднее представление было, подарки были, хорошие подарки. Все замечательно. Правда, ребятишки у нас болели, двое старших только более-менее. Малышня вся болела, поиграли как смогли. Дети остались, конечно, довольны. Мы и плакали, и все. Благодарю всех от чистого сердца. Желаю всем огромного здоровья. Все, что делают для посторонних людей, для незнакомых. Я думаю, что это людям все вернется и умножится. Ну а после того, как мы рассказали историю многодетной семьи из Березовского, мать детей столкнулась с непониманием. Многие местные жители посчитали неправильным, что женщина поделилась своей бедой и попросила о помощи. В комментариях к следующим сериям проекта мы также получали сообщение, ну как же вы, журналисты, и не знаете, что нуждающимся, в частности пенсионерам, положена субсидия. Как это работает в одной из серий, зрителям напомнила соцработник. Она помогает героине нашего проекта, женщине с инвалидностью. Давайте вспомним. Субсидия дается один раз в год. На частный сектор, вот на дрова. И то дрова даются только либо ветеранам, героям, либо инвалидам. Если ты простой пенсионер, не имеешь каких-то там льков, простой, обыкновенной, то субсидия положена только на свет. А на свет субсидия маленькая дается. Еще один частый вопрос от комментаторов. Ну а где же власти? На какую помощь можно рассчитывать от местной администрации? Нам, к примеру, рассказала героиня проекта из Емельяновского района. Давайте послушаем. Мне все время говорят, а почему администрация разве вам не помогает? Вы же инвалид, и у вас профзаболевание. Никто нам ничего не привозит. Абсолютно. Дают 5 тысяч в год один раз на отопление. Но сейчас машина дров 20 тысяч. Вот по горелку привозят 20 тысяч. А мне надо машины 2 дров. Это 40 тысяч. Мне даже воровать некуда идти. В проекте для нас главным было то, что одни люди нуждаются в помощи, а другие готовы эту помощь оказать. Людей нужно было просто связать друг с другом. Так в начале декабря появилась интерактивная карта проекта. На ней дарители могли сами найти тех, кто в холода остался без дров. Процесс дарения часто оставался анонимным. Поэтому сейчас нельзя назвать точное количество людей, которые получили помощь. Но, это мы знаем точно, таких семей не менее 30. Что касается дарителей, в проекте были истории, которые нас по-настоящему удивили. Так, одна женщина из Красноярска организовала 12 машин колотых березовых дров для нуждающихся. Другая история, которая, кажется, никого не оставила равнодушным – пенсионерка, которая перевела участницы проекта 12 тысяч рублей. Деньги она взяла из так называемых гробовых. Я вот такая вот немножко ку-ку, как мне и сын, и сестра говорят. Я все трачу только вот помочь и кушать и коммунал. Знаете, как у нас у старых. У нас у всех гробовые так вот отложены. Я оттуда так, как если не хватает мне пенсии вот в течение месяца там на все, на птичек, на всех. Я так оттуда тягаю так, тысячу-две, и вот так вот тягаю потихоньку. Потом копейки остаются, опять туда бросаю. Помощь приходила и от жителей других регионов. Так, жительница Перми оплатила долг за электричество героине нашего проекта из Николаевки. Елена надеялась, что в дополнение к уже подаренным дровам для пенсионерки с инвалидностью это станет прекрасным подарком к Новому году. А мрачила подарок одно на то, чтобы восстановить подключение. Энергетикам потребовалось две недели. Свет дали только к старому Новому году. Ну я вам очень благодарна, потому что сами бы мы до сих пор еще без света светили. Вы знаете, я уже говорила, что когда я позвонила, когда я вообще услышала о проекте, даже не верила, что перезвонят или что-то это. А когда вот реальные люди помогли реально вот в трудную минуту, я очень признательна, как бы, за что в наше время есть чуткие люди отзывчивые, которые помогают таким вот, ну, как мы, которые оказались действительно в трудной жизненной ситуации. Но во дворе пока лишь... делиться теплом с теми, кому его не хватает. Оля, на этом у меня все.